Адамбол Здравствуйте, уважаемые слушатели курса Адамбол. Мы с вами продолжаем изучать курс Адамбол. И сейчас я вам предлагаю лекцию, тема которой звучит так. Гуманизм и просветительство – основные принципы нравственной концепции Абая Адамбол. В пору Абая на казахскую степь начал победное шествие капитализм, привнося в жизни степняков не только положительные моменты, но и массу аморальных прелестей. Они проявлялись в различных формах, которые были многоликими, поражали причудливостью и неожиданностью, часто негативно влияли на нравственную культуру казахов. Проникающие в степь товарно-денежные отношения втягивали степняков в водоворот социальной и нравственной порочности, лицемерие, вероломство и ложь стали распространенным явлением. По мере роста жажды наживы усиливалось стремление к нарушению традиции доверительных высоконравственных отношений. Эрозия нравственности проникла в общественные отношения степи, заметно поразив все сферы жизнедеятельности, проникла в быт и в область семейно-брачных отношений. Самым зловещим проявлением девальвации и нравственности стал пресловутый криминальный взрыв, когда мелкие хищения, мошенничества стали сочетаться с ростом разнообразных преступлений, власть придержащих кругов. В такой обстановке было трудно, даже невозможно сохранить человеческую порядочность. В этой удручающей ситуации Абай возвысил голос в защиту моральной чистоты в поступках и мыслях соотечественников, честности, порядочности, безупречной и действенной совести, как индикатора нравственного здоровья личности. Абай видел, что утверждавшаяся социальная действительность была далеко не гуманной, поэтому в его нравственных исканиях на первый план выступила задача помочь людям в такой бесперспективной социальной ситуации, сохранить высоконравственное начало, хотя бы в собственных душах. Поэт был убежден, человек есть то, что он сами себя делает, человек творец самого себя. Это была весьма ценная идея. В ней заключена мысль о формировании моральной надежности человека, понимаемая им собственной ответственности перед современниками. Человек в таком случае имеет главным основанием своей жизнедеятельности собственное, свое нравственное сознание, поэтому не может перекладывать ответственность за содеянное на кого-либо другого. Данное положение оптимистично по своей сути. Если число таких индивидов будет достаточным, общество получает определенную возможность преодолеть присущие ему нравственные пороки. Абай с огромной остротой поставил вопрос о моральной надежности человека. Надо заметить, что в теории морали того времени понятия моральная надежность личности не существовало. Оно появилось значительно позже. В этой связи несомненная заслуга Абая видится в том, что он поставил данную проблему и предпринял попытку ее решения. Абай обнаружил, что моральная надежность – необходимый элемент нравственной культуры. Не только отдельного человека, но и в целом общества. Без нее оно может погрузиться в хаос о моральности и о социальности, поэтому совсем не случайно с обликом нравственно-надежного человека связывается безопасность общества. Моральная безупречность, высоконравственное поведение в острейших проблематичных жизненных ситуациях – надежные гаранты прочности любого общественного жизнеустройства. Интересно мнение Абая о значимости воли для социального и нравственного статуса человека, изложено им в слове 43-м. Властолюбие, эгоизм, гнев, ложь и т.д. порочат человека. Чтобы не стать их пленником, нужно обладать внутренней силой, способной помогать человеку развивать в себе полезные качества, и которая при этом подавляла бы все порочное еще в зародыше. Разум, отмечает мыслитель, отличает полезное от вредного, но даже силой разума не одолеть указанного зла. Абай раскрывает главную суть морально-психологического феномена, каковым является воля. В самом деле, ведь необходимость регулирования поведения людей в обществе с точки зрения морали состоит в решении двух взаимосвязанных задач. Во-первых, следует выработать нравственные требования и интерполировать их, вставить, включить в моральное сознание в виде норм, правил, идеалов, понятий, и, во-вторых, внедрить эти требования в сознание других людей. Когда же человек только понимает, красиво говорит, распинается в призывах, но адекватно не действует, то это и есть рассогласованность разума и воли. О таких людях говорят «титан слова», но пигмей – дело. Абай совершенно самостоятельно подошел и, в принципе, верно решил одну из важнейших проблем морали – понимание меры допустимого, удовлетворение потребностей, проблему, которая всегда была острой, в воспитании людей, в их отношениях и жизнедеятельности. Понятие «меры» Абай интерпретирует очень близко к современному его толкованию. Во всем следует блюсти меру, если она нарушается, то результат действия превращается в свою противоположность, добро оборачивается злом. Мыслитель постоянно подчеркивал необходимость умеренности во всем. Необузданное стремление к богатству, стремление к калчности, пресыщенности и расточительность – это моральное уродство, большое социально-нравственное зло. Абай неустанно повторяет «да, у человека немало жизненно важных потребностей, но всегда необходимо разумное их удовлетворение». Существует стыд, порожденный невежеством. Это схоже с застенчивостью ребенка, который стыдится вымолвить слово или подойти к незнакомому человеку, хотя никакой вины иго перед тем-либо нет. «Нет, не имея вины перед шариатом, перед собственной совестью, стыдится того, чего не следует стыдиться – верный признак глупости и низкородности. Истинный стыд тот, который испытывает, совершив проступок, противный законам шариата, совести, человеческому достоинству. Такой стыд бывает двух видов. Один из них – когда стыдишься не за себя, а за провинность другого. Стыдишься, потому что сострадать человек и думать – «Я по рай!» Что стало с этим человеком? Почему он вдруг поступил так недостойно? Краснеешь за него. Другой стыд вызван своей совестью, собственной провинностью перед шариатом, перед своей совестью человечностью, допущенной по ошибке или случайному инстинкту. Может, никто кроме тебя и не знает о твоей провинности, но твой разум и естество терзаются, наказывают себя. Ты не находишь себе места, не можешь смотреть людям в глаза и мучаешься. Люди, способные переживать такой стыд, отказываются от еды, теряют сон, случается, что в отчаянии они окончают жизнь самоубийством. Стыд – это человеческое достоинство, заставляющее изнутри признать свою вину и вынести себе наказание. В такие часы и мысли в голову не идут, и слова как будто теряются. Некогда утереть слезы из глаз и влагу из носа. Человек уподобляется жалкому псу. Он не только не может смотреть людям в глаза, но и вообще ничего не видит. Тот, кто знает о таких терзаниях, но вместо того, чтобы великодушно простить виновного, усиливает его страдания, лишен человечности и милосердия. В стародавние времена были люди, которые звались Ельбаса, Топбаса. Они решали споры, управляли жизнью общества. Простой народ худо-бедно занимался своими делами. Не принято было оспаривать решения Ельбаса и Топбаса или бегать от одного к другому. Говорят, возьми альчик, если он удобен для твоей руки, сделай из него биту. Когда каждый сам себе бий, не ужиться и на бескрайних просторах, когда есть глава общины, не сгореть и в огне. Люди, признав эту истину, приносили жертву святым духам и, помолясь, отдавали бразды правления всеобщему избраннику и впредь старались поддерживать во всем, скрывая его недостатки и славя достоинства. Относились к нему с должным почтением, слушались, неукосительно повиновались. Тогда и влиятельные лица не переступали пределов благоразумия. Как им было не заботиться о людях, когда все были братьями и достояние у них было общее. И второе. Люди свято берегли, дорожили единством. Стоило кому-то призвать на помощь других, упомянув при этом имена предков, как все бросались на выручку, забыв о всех обидах и раздорах, охотно шли на уступки и жертвы. Говорили тогда в народе, кто не умеет простить вины ближнего, того чужой обидит. Братья ссорятся, но не отрекаются друг от друга. Если шестеро погрязли в раздорах, потеряют то, что в руках, если четверо пребывают в согласии, на них небесная благодать не сходит. Кто ищет верного пути, находит казну, кто ищет раздоров, находит беду. Где теперь этот благородный дух об общности и родения чести? Они были обеспечены людской стойкостью, совестливостью, доблестью. Мы лишились их. У теперешних дружба не дружелюбие, а вероломное коварство. Слово 39-е из его знаменитых «Харасюздыра». Я хотел прокомментировать это слово лишь одним. То есть, вот эти мысли Абая были порождением того, что он видел. Проникновение капиталистических отношений, разрушение традиционной кочевой общины, где все базировалось на принципах таких как совесть, доверие, коллективизм и так далее, теперь оказались только лишь пустыми словами. И вот поэтому-то Абай говорит о тех словах, которые говорят, где они, эти те самые высоконравственные устои и поступки людей. «Доказательством существования единого всемогущего Бога является то, что многие тысячелетия на различных языках люди говорят о существовании Бога, и сколько бы ни было религии, все считают, что Богу присуща любовь и справедливость. Мы не создатели, а смертные, познающие мир по созданным вещам. Мы служители любви и справедливости и отличаемся тем, насколько лучше один другого осознанием творения Всевышнего. Веруя, поклоняясь сами, мы не вправе сказать, что можем заставить верить и поклоняться других. Начало человечности, любовь и справедливость, они присутствуют во всем и решают все. Это венец творения Всевышнего. В ком господствует чувство любви и справедливости, тот мудрец, тот учен. Мы не способны придумать науку, мы можем только видеть, осизать созданный мир и постигать его гармонию разумом». Слово 45. Слово 6 Стоя из слов назидания, одна из казахских пословиц гласит «Начало успеха единства, основа недостатка жизни». Но у каких людей бывает единство и как они добивают согласия между собой, казахи не знают. Полагают, что это общность скота, имущество, еды. Если так, то какой прок от богатства, какой вред от нищеты. Стоит ли трудиться ради богатства, не избавившись прежде от родственников? Нет единства. Должно быть в умах, а не в общности добра. Объединить можно людей различных по происхождению, религии и духу, щедро раздаривая им скот. Добиваться единства ценой скота – вот начало нравственного падения. Братья должны жить в согласии не потому, что находятся в зависимости один от другого, а надеясь на свои умения и силу, упывая каждой на собственную судьбу. Иначе они и Бога забудут, и делом не займутся, а станут искать напасти друг на друга. Погрязнут во взаимных обидах, будут клеветать, хитрить и обманывать друг друга. Как тут добиться единства? Жизнь – основа достатка, о какой жизни идет речь? О бытие ради того, чтобы душа тела не покинула? Но такое существование и собаке дано. Тот, кто дорожит такой жизнью, трепещет перед страхом смерти, становится врагом жизни небесной. Спасаясь, спежит от врага и слывет трусом, уклоняется от работы и слывет лодырем, превращается противника истинного благополучия. Нет, речь тут о другой жизни, о той, которая жива душа и ясен ум. Если ты жив, но душа твоя мертва, слова разума не достигнут твоего сознания. Ты не сумеешь зарабатывать на жизнь честным трудом. добавить практически к этим мыслям Абая практически нечего, потому что эти слова характеризуют не только эпоху конца 19-го, начала 20-го века и, к сожалению, нашу современность. Хочешь быть богатым, учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а умений нет. Тот, кто продает плоды своего ремесла без обмана, в народе считается святым. Но тех, кому бог даровал хоть какое-то ремесло, не минуют и пороки. Во-первых, они не ищут на стороне лучших мастеров, чтобы перенять их опыт, не стремятся достичь большого мастерства, довольствуясь тем малым, что имеют, считая, что этого вполне достаточно и предаются лени. Во-вторых, нужно трудиться неустанно, а им стоит приобрести два-три поголовья скота, как они начинают воображать себя утопающим благополучием, начинают бездельничать, чваниться, дело свое делают спустя рукава. В-третьих, стоит кому-то обратиться к ним с просьбой «Ты мастер, братец, ты щедр», или «Что тебе стоит сделать для меня? То-то, то-то и то-то», как они начинают думать самодовольством, что дожили до тех дней, когда люди начали обращаться к ним с просьбами. Возгордясь, поддавшись лесте, они теряют свое драгоценное время, дают повод торжеству лукавого льстеца. Слово тридцать третье. О достоинствах человека суди не потому, как он начал дело, а потому, как ему удалось завершить его. Как прекрасна мысль, пройдя через человеческие уста, она тускнеет. Сказав мудрые слова самонадеянному невежде порой обретаешь утешение, но чаще всего от них не остается и следа. Твори благо разумного, глупого оно только портит. Сын своего отца для других враг, сын человеческий твой брат. Достойный, попросив многого, довольствуется малым, ничтожный, просит много, но остается недовольным, если даже больше, чем он просит. Тот, кто трудится для своего блага, уподобляется животному, который пасется только для себя, того, кто трудится, выполняя человеческий долг, Всевышний метит своей любовью. Кто отправил, отравил, простите, Сократа? Кто спалил Жанну Дарк? Кто казнил Гайсу? Кто закопал нашего пророка в останках верблюда? Толпа. Толпа безрассудна. Сумей направить ее на путь истины. Человек дитя своего времени, если он плох, в том виноваты его современники. Будь в моих руках власть, я бы отрезал язык тому, кто твердит, будто человек неисправим. Остаться одиноким все равно, что умереть. Все беды падут на голову одинокого. В миру много порочного, но и утешение, и веселье существуют в нем же. Кто с достоинством выдержит первое, кто устоит во втором? Кому из нас не приходилось бывать в беде, теряет надежду только слабый. Верно, что в мире нет ничего неизменного, но ведь и зло не вечно. Разве после суровой зимы не приходит полноводная цветущая весна? Если некто молчит в гневе, значит, всю силу гнева он затаил в себе. Извергающую черную брань обычно хвостун или трус. Успех и счастье опьяняют человека, и только один из тысячи умеет сохранить хладнокровие и разум. Если хочешь, чтоб дела твои ладились, берись за них разумно. Высокая должность все равно, что высокая скала, на нее и неторопливая змея вползет и быстрокрылый сокол взмоет. Недоброжелатели начинают хвалить тех, кто еще не достиг вершины, а эти, легковерные, радуются их словам. Мир, океан, время, веяние ветра. Ранние волны старшие братья, поздние волны младшие братья. Поколения сменяются чередой, окажется незыблем их покой. Слово 38. Спасибо за внимание. Встретимся на следующей лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова